И я думаю, что его нужно показать. Конечно, этот фильм, это кое-что в оси, я бы так сказал. Но на самом деле, это лично гораздо масштабнее, так что вы и это не приду. Поэтому я после показа этого фильма просто буду комментировать, дополнять. Начнем мы, значит, с показа фильма. Он, так сказать, может быть, не совсем... Технически там есть накладки, шумы, просто старые материалы использовались. В общем, мне кажется, все же интересно послушать и посмотреть этот фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лосик Владимирович. Родился в 1903 году в городе Твери в Севере Слойщего. Бесплатили член Союза с 1921 года, члену всех целярочных комодников с 1929 года. О любительством начал заниматься с 1917 года, после того, как прослушал лекцию начальника Тверской радиолаборатории Ильичинского Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в с Youizi Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Субтитры создавал DimaTorzok станции вот они в этом приеме того времени вот такой детектовый приемник каждый радиолюбитель мог сделать сам каждый радиолюбитель был конструктором своей мечты но ламповые усилители очень дорогие не по карману рядового радиолюбителя кристаллическое усиление вот мечта каждого любителя детекторника и каждый пытается достичь этого различные комбинации осих александр еще не был таким человеком который делал все самостоятельно от того как рождение его в его голове идеи до ее реализации его собственные руками и завтра в его работах вообще практически нет вот тщательно визуализм режим изучает кристаллы различного типа и наконец становится свидетелем удивительного открытия отрицательное сопротивление кристаллов открыл секрет электрических колебаний 20 лет после второй сезон изобретатель кристалла где-то радиоэлектроника радиоэлектроника развивалась под знаменем радиолампы кстати и нижнодородская радио лаборатория сделала очень большой вклад но тем не менее вот что самое интересное люди это прежде всего господиевич лещинский ну и другие которые все же понимали и давали ему так вот именно благодаря их как бы содействию может быть так умолчали руму но они не препятствовали ему это делать и вот то что мы сейчас цели уносили это сделал именно здесь потому что здесь он впервые сделал вот этот самый представитель в январе 1922 года основывается в убеждении о том что процессы происходящие в кристаллическом детекте вине чистый электронный термический характер получил генерирование затухающих колебаний высокой чистоты с кристаллом центра что такое это по сути вот небольшой прибор состоящий из кристалла и металлического стержня со стриёв до конца когда эфирические колебания перед стержень попадают к кристаллу именно в этот момент колебания мембраны наушники преобразуется в речь ну и музыкальные звуки я правильно говорю изобретение лосева быстро произошло с победой первым услышали французы потом американцы в журналах про ростки и заголовки слова сенсация не сходится в зарубежной прессе хотя самому факту существования страны советов призванив еще не все французы на их название изобретения крест один лосик пишет прошу я люблю в киеве те атакуют его оากара каждый для уходит относится до действия мристалла устройство на себя во время края надо больше росла но и перег gimать в тостанесь москву ближняя по их париж в париже архангельск полосовской прошу реки на�� меня и создали действие в россии и за рубежом по цене 1 рубль 20 копеек. Унижний носил непрерывные тут письма с обращением в иностранных языках. Господин профессор. Господин профессор еще не 20 лет. И не каждый день ему попадает случай быть сыном. Платил деньги уборщице Бабинди, называл ее Лафлида. Она варила эту кашу в горшочке на фигнях. Она поднялся к картошку, но все время ее недоваривал. Торопился, опыты подорапливал. В 20 лет имел ярко выраженную язву. Поднялся как получится. За внешностью следил невнимательно, поэтому иногда имел очень комичные виды. Ну, во-первых, потому что был близоруб, а очков не носил. Ну и, конечно, имел привычку задумываться и застывать в самых непредсказуемых ходах. Американский журнал «Каварио Таймс» пишет, «Нет надобности доказывать, что Петр-301 – революционное оградение изобретения». Потребился несколько лет для того, чтобы нерывающий кристалл усовершенствовался настолько, чтобы стать лучшим вакуумом Лафлида. Но мы предсказываем, что такое время наступит. Руководство в лаборатории подчеркивает. Открытие сделано радиолюбителем. Лосик не возражает, сразу же публикуя свои открытия, не запомнил товар, не требуя никакого денежного вознаграждения. Во многих странах радиолюбители принялись строить приемки по его схемам. Американский журнал пишет, «Молодой русский изобретатель передал свое открытие миру». Французский журнал «Сторик» – «Научная слава ожидает Лосева». Он обнародовал свое открытие, думая прежде всего о своих друзьях, радиолюбителя всего мира. Мышлен лет имя изобретателя используется строить журнал, но потом появляется все реже и реже. К концу двадцатых годов идея Лосева, используя скреставы для усилюбов и возбуждения электрических колебаний, забыта. Его изобретение оказалось забавой для начинающих любителей. Теперь игрушка надоела, науку еще не созрела для творческого, созидательного развития этого здравоохранения. Теории подруга львов пока не существует. Все надежды радиоинженеров сосредоточились на другом новшестве – радиолампах. Я не стала, а потом сказал, что мы не стоим, да? Мы не стоим, мы стоим, мы стоим, мы стоим, мы стоим, мы стоим, мы стоим. Мы стоим. Если говорить языком математики, он доказал, как тюрем существовали. Он доказал, что все радио можно построить на основу броняков. И представили, ну, в другом, просто представили, на этом приеме. Он сделал и генератив, он сделал, так сказать, генерацию, свин генераторов практически, он повторил всю линейку приборов, которые развиваются на 1,2. Но это, как бы, осталось неустребно. Открытие Лосева получило свое теоретическое подтверждение только в 60-х годах. А сколько еще подобных открытий, опередивших свое время камеру в лето, не оставив никаких документальных подтверждений, стоит только догадываться. Трудно сказать, что испытывал Лосев с потерей интереса к предостателям. Скорее всего, как истинный ученый, он не думал в известности. Научные идеи манили его, как путешественники маленькие бескрайние просторы. Лосев чувствует, Кристалл еще не полностью распределить свои себе. Он всегда вникал в тонкости эксперимента. И никакой момент, в который встречался, не оставлял. Вот он случайно посмотрел на Кристалли, на этот контакт с помощью гипроскопа. И увидел очень-очень маленькое случение. Другие, наверное, смотрели. Ну, как представляли, как неинтересно, и сопутствующие как противоявления. А он это узрел. И начал это исследовать. Из этого родился светодиод. Вот сейчас придет светодиодная революция. И вот это именно здесь, вот это явление было замечено, так сказать, из эстрии, как говорится, создается планом. И оно, безусловно, осветит все планеты наше. Потому что совершенно очевидно, что светодиодное освещение – это революция в области преобразования электрического свет. И есть даже такие гумения, очень крупные ученые, что это последний, последний источник свет, то есть который уже усовершенствовать невозможно. Он находится уже на пределе физических возможностей преобразования электрического свет. Сегодня трудно себе представить, как лось, не располагая современными приборами и инструментами, смог измерить в кристалле символтора. Лосев проникает в метр квантовой физики за несколько лет до формального рождения этой науки. Открытие получает название «Свечение Лосево». В 1923 году было открыто явление колонного свечения в кристаллах карбородов и прохождение топа через них. Свечение Лосево положено в начале телевидения, светотехники, сигнализации, сотовые связи. Олег Лосев был фактически основоположником целого направления в физике, богатейший урожай, с которого снимает наша компьютерная эпоха. Они думали о том, чтобы открыть мир, понимаете, открыть мир для себя и открыть мир другим. Они же понимали, что такое радость, от поклала и так далее. В этом был смысл-то главное. То есть вот нам там выдали вот сейчас все. И вот мы... А мы открываем мир, не знаю. Или приоткрываем, или его... То стоит, странно, я понимаю, то стоит, а то общей бессты. Понимаете? А открывать-то не надо, конечно. Сотрудники лаборатории знали о привычке Лосева напевать или декламировать во время проведения опытов. Если слышалось в том саду, где мы с вами встретились, значит, эксперимент не удастся. Если же звучало, наш парамонс вперед летит, в коммуне остановка, значит, можно идти поздравлять с успехом. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И современники Лосева, люди в наши дни задаются вопросом. Почему же он так и не получил образование? Если свою долгую жизнь выше должности старшего аппарата, он так и не поднимался. Ну, если с системой он так необходима, эта бумажка с печатем, почему бы он бы не отучился? Ну, а именно полагать, что ученый, все жизненное пространство которого занято наукой, будет тратить свое драгоценное время на то, чтобы получить какой-то диплом, на то, что ему уже и так дано Богом. Диплом гения ему все равно не выберет. Да если даже и выдать. Ему не нужен был диплом. Ему была нужна научная истина. Лосева, в 1942 году, от истощения в блокальном регионе, ему было 39 лет. На его просьбе об эвакуации, руку директора института, в котором он работал, начерпал резолюция. Места нет. Я буду сравнить с человеком, который наиболее близко подходит к росту, как ученый. Таким человеком я считаю Майкл Фарабей. Это замечательный английский ученый, который стоял у истоков века электричества. Это было примерно 100 лет назад. То есть Лосева, вернее теперь уже 200 лет назад, Лосева и Фарабей разделяли примерно 100 лет. В чем, так сказать, схожесть, притом очень сильная схожесть Лосева с Фарабей? Во-первых, это были ученые, я бы сказал, всего лучшие. 19-й век, он был веком электричества, и у истоков стоял Фарабей. А вот, если говорить о Лосе, он стоял, конечно, у века, теперешнего века, электроники, многих вещей, которые не связаны. Это, так сказать, век информационно-технологичный, как я его сейчас называю. И фактически Лосевская именно у истоков. В 1953 году в Рубернской премии в области физики была присутствена троим-чужина. Баргинал, праггинал пешок за создание транзисторовых усилий. А Лосевь, на свой труд, в котором был создан транзистор, был скрытый. Лосевь любил поэти, музыку, рисовал. Сортамин с его рисунок сделан из акрополина. Черное петло парамоза на искривлении пути. Чуть левели зеленые пусты, над ним синий небо, сквозь мерцающие облака. Кажется, Лосев хотел передать искривление пространства в момент, когда время ускоряете. Сегодня в нашей жизни освещаются диоды, сотовые телефоны, готовая техника, самолеты и карабельные системы связи, связь между континентами. Люди стали ближе друг к другу и засматриваются на другие миры. Не установите на какой-нибудь планете светодиодный фонарь. Пусть подсвечивает солнечную систему, в которой наверняка какой-нибудь неизвестный человек открывает новые колебания, способные проглебать истину. Иногда для великих открытий достаточно элементарной малости невзрачной. Казалось бы, нечасто мы готовы познавать многое, но радость всегда открываем, чтобы многое. Иногда для великих открытий достаточно элементарной малости невзрачной. Казалось бы, нечасто мы готовы познавать многое, но радость всегда открываем, чтобы многое. Играет музыка Взгляд журналистов Главным официатором была Прибутковская Нина Юрьевна Они смотрят Посмотреть на Офи Вот таким образом Конечно Всё там, что говорили Правда, но не всё И вот я постараюсь Как бы дополнить Вот что самое интересное Видите, в 111 лет Примерно в мае Он родился Пожалуйста Долгое время В общем-то О его родителях Практически ничего не было известно Ну как служащий Там, наоборот В огромное строительную Деологию Ну вот 15 лет назад Сделали запрос в Тверской Архив И вот прислали Что оказывается Это не просто Служащий А он оказывается из дворя То есть Родители были дворями Ну отец был дворянином Ну в то время В 20-х годах Об этом Нельзя было говорить Можно было пострадать Так что Видимо Я так положаю Вот его Ну что ли Поведение В жизни все же Видимо Сказывалось Вот его Дворянское происхождение А и дворяне Они Это не просто Богатые люди Они Должны Служить России Все Приверегии Которые им давали Только за то Что болезло Россия И видимо Это все рассказывалось И на их поведение Ну мы знаем Поведение И прочее И по видимо Это все же просматривают После того как Вот То есть Видите Восприемниками То есть Корёвскими Восприемниками 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 А также Лучше Видит Иrants В общем Такой Информации Она Гаври А что же Пожалуйста А это Вот Примерно Так сказать Вид Двери Современно Двери Видимо Вот В этой церкви Или на какой-нибудь другой Наверное Крестилов А это Фамильный герб. Но, к сожалению, до сих пор не удалось проследить более дальние корни. Как-то все у нас мнение хватает времени, а это остается пока... Какие корни более дальние, пока не ясно. Следующее, а это вот в молодости фотография. Всегда, когда говорят о Лосеве, показывают фотографии. Поскольку Лосев и молодость – это как-то уже лиц единый, поскольку умер он очень молодой. А это вот, когда он прибыл, значит, в Нижний Новгород. Видите, не очень ясно. Вот видите, церковь большая. Это на месте теперешней, так сказать, гостиницы России, которая уже несколько лет находится в запущенном состоянии. А вот дальше, в доме, вот это теперешнее, так сказать, здание музея, вот там, это предприятие «Газпрома». К нему построили еще два этажа, и вот он сейчас выглядит. Кстати, ниже эта Роская набережная называлась радионабережная. То есть, понимаете, какое значение имела радионабережная для Нижнего Новгорода. Действительно, Нижний Новгород – это центр, от которого пошла вся техника России. Это надо знать и гордиться. Дальше. А это вот здание, но уже с другой стороны. Кстати, тут был, так сказать, немного о личных воспоминаниях. Здесь был до того, как вот началась… То есть, тут был радиотехник. После того, как ради лаборатории ехали в Нижний, там одновременно было какое-то предприятие радиотехническое, потом его преобразовали в радиотехнику. Вот тут был радиотехнику. И вот в этом радиотехнике я уже не участвовал. Это как присказка. Дальше. А это вот он приехал где-то из период, создался бы там маленький уголок, вот там он экспериментировал. Ну, показываю. Следующий. Вот. А вот, значит, 1924 год. Отклик на работу Осева по кристалинам. Это вот, можно считать, что это сенсационное изобретение. Дальше, пожалуйста. Это вот отклики. Дальше. Что интересно. Вот тут есть интересный момент, связан с историей кристалин. Дело в том, что кристалинов сделан довольно много. Он даже в свое время получил государственный заказ от Министерства связи и сделал партию в 54 прибора. Они были разосланы в свое время по всем нашим радиоцентрам. Но получилось так, что вот уже где-то в 50-м годам практически ничего не осталось. То есть в 50-х годах, это примерно время Хрущева, у нас отношения с Америкой улучшились. И вот решили, как говорится, наши государства, правительства, решили бориснуть перед Америкой своими достижениями. Чего достигла советская власть. И вот решили, что вот таким аргументом, что мы что-то можем делать, решили продемонстрировать кристалину Гофферу. Вот на этой выставке, которая была в 59-м году. Но когда стали, оказывается, один приемник схоронился. И этот приемник сохранился в Ленинградском музее связи. Ну, это поручили. Значит, поручили, когда стали просить, они его, конечно, за границу совершенно придумали. Нет, нельзя, это наша ценность. Поэтому что сделали? Они попросили, так сказать, руководство ГНИПИР, нашего ГНИПИР, воссоздать этот приемник. Вот как раз один из участников этого проекта поделился воспоминаниями об этом. Ну, вот здесь есть уже фамилия, потому что, так сказать, ну, правда, здесь уже люди молодые, наверное, не помнят, а уже не старше молодость, но это людей, так сказать, с пленниками. Да, наверняка знают этих людей. Эрнест Николаев Долгий. Вот он, которого мы делали. Вот, очень интересно, расскажут ли они, и вот как это все делалось, скажем им. Да, еще что. Вот там как раз в фильме говорилось о Святой Геоне. Так вот, какая тут получилась история. Конечно, в 20-х, 30-х годах вот это все знали, писали. Да, я уже, как сказано, что это назад называю это Свет Лосева. Ну, вот прошло 20 лет, все забыли. Вот, и это уже где-то после, это где-то в 60-х, можно даже 70-х годах, когда стало ясно, что светодиод, то время как раз начало, мы появились с первых светодиодов, это как раз светодиоды, и они появились где-то рядом с появлением лазера. Потому что именно лазеры полупроводниковые, они сделали практически на основе светодиодов. Так вот, встали, американцы, народ, как говорится, практически, и стали, а у кого же первый патент на светодиод? И выяснили, что первый патент, ну вот что, вот здесь как раз его первый патент показан, он его, ну, я бы так сказал, это первое применение светодиодов, и он его применил для фотокелеграфов. Вот эта схема, в то время я уже работал, вот этот патент. Следующий, ну ладно, поскольку швей уже у вас настроен какой-то, я не буду придерживаться, как говорится, временных последовательств. А это вот он среди, он уже в Питере, вернее, в Ленинграде. В Питере он сложил с довольно интересной, в то же время, я бы сказал, трагической ситуацией. Когда он приехал в Питер, его хорошо уже знал Абрам Федорович Лёфья, и он его сразу пригласил, ну, временно поработать его институт, физтехнический институт. Это самый передовой и самый оснащенный технический институт того времени. И вот, видимо, в это время, как раз, когда он временно работал в этом институт, была сделана эта фотография. Это, кстати, фотография, где-то времен 30-х годов, была подмещена в журнале Огонёв, а вы не нашли. Ну, понимаете, какая компания? Ну, я тут, все люди сгнили. Вот, улыбающийся Игорь Васильевич Пурчатов. Вон там сбоку. Анатолий Петрович Александров. Слева, слева самый дальний. Слева там, да. Нет, это Неменов. Это тоже очень крупный учёный, но там родился, создатель первого в России, ускорителя частиц. Игорь Васильевич очень-очень знаменитый. Ну, я просто встречаю людей, которые уже не более известны. Игорь Васильевич очень высоко ценил Осипа. В начале Игорь Васильевич занимался управником по атлетическому. В начале 30-х годов в журнале УФН он публиковал очень обширный доклад, обзор вот этого состояния фотоэлектрических приёмников, ну, на том времени. Так вот, из всех работ, там просто есть выдержка, которые он произвёл, самое значительное достижение, это достижение Лосева по фотоэлектричеству. Это очень большой вклад его фотоэлектрической науке. Более того, он первым в мире исследовал фотоэлектрические свойства кремния. То есть, что мы знаем сейчас, все фотокамеры и многое-многое-многое у нас имеют кремния, так вот это началось с Лосева. Интересный факт такой уже. Вот для того, что, значит, это в начале 30-х годов, это только начиналась эта эпоха кино, там фотоэлектрические приёмники играют колоссальную роль, без них нельзя было развивать на хорошем уровне это дело. И вот он занимался разработкой фотоприёмников. Что самое интересное, он придумал достаточно простой метод оценки фотоэлектрических свойств разных материалов. Он исследовал 92 материала, где он брал в то время, что уже не было такой промышленности. Ну, в общем, да. Но что самое интересное там среди этих, значит, ряда был и кремний. Это всё электроэлектрические свойства? Нет, нет, это фотоэлектрические свойства. Фотоэлементы. Так вот, что самое интересное, по его, так сказать, оценке, кремний был не на самом первом месте, он где-то в среднем выходил. Так вот, он для исследования выбрал именно кремний и им стал заниматься. И настолько увлёкся этим делом, что когда речь шла об эвакуации, он как раз подготовил очень, на его взгляд, очень интересную статью по фотоэлектрическим свойствам кремния и его сплава. Вот такая, так называемая, такой статьи у него был. И для того, чтобы продолжить её, он, в общем-то, так говоря, отказался от эвакуации. Ну, видимо, полагал, что война скоро кончится. Ну, в то время, ну, не так думал. И остался. Статью закончил. Выписал. И это слал в журнал «ЖЕТ». Ну, во время военное, так я попал. То есть он фактически основоположный кремниевой электроникой. Совершенно чрезвычайно. Когда вы смотрите «Матрицы», это всё относилось. Дальше. Но этого мало, как говорится. Мы видим, что здесь как бы он представлял его как взлетателя какого-то такого, ну что ли, который случайный, что ли. На самом деле он был очень-очень крупный исследователь. Ведь он фактически является основоположником науки, которая сейчас называется электронисценцией. Это, значит, наука, которая, так сказать, изучает преобразование электричества в свет. Вот на самом деле. Так он не просто светодиод. Он создал теорию. Что самое интересное, он создал метод, как исследовать такие материалы, электронисценции. Более того, он увидел, исследовал, так сказать, открыл два типа электронисценций. Один тип, это обычный вот ПМ-переход, на который сейчас. Но есть и другое, окажется, ещё метод, в инвесценциях. Это предпробойная электронисценция. Ну, в каком смысле? Если электрон разгоняется, он начинает инизировать примеси, и это примеси начинает излучать. Кстати, в 1940-е годы именно этот метод был использован в основном для того, чтобы сделать вот такие оптоэлектронные приборы. Очень долгие, так сказать, годы. Но только вот с появлением лазера, где-то вам показано, что лазер можно сделать на основе ПМ-перехода. Всё это начало свой центр. Потому что мы видим сейчас и в области лазер, и в области светильного. И сейчас очевидно, что вся лазерная техника, она сейчас вся построена практически на полупроводниковых лазеров. Все остальные лазеры приносят такой как бы побочий характер. Вот сейчас совершенно, то есть полупроводниковых лазер – это будущее. Все остальные, они будут играть такую второстепенную роль, но для решения каких-то частных проблем, ну, частных у нас термоэм. Оказывается, лазерный термоэм уже теперь четко и ясно, значит, на основе вот лазеров там, на стеклах, кристаллов, там уже нельзя решить проблему таких лазерных термоядерных электростанций. Там очень маленький коэффициент порязанного лазера. И в чём особенности это ион и лазер? Колоссальный коэффициент порязанного лазера. И сейчас вот самое последнее достижение в области лазера – это создание волоконных лазеров. Что такое волоконный лазер? Это значит стеклянная, так сказать, жила диаметром 10 микрон. Ну, длина, призвольная. Её, так сказать, вмещаются некоторые таскотионы. Ну, я не буду, но я только хочу сказать, насколько это чудесно создает. Только вот 10 микрон, а по нему в нём возникает излучение до сотни киломатт. Можешь представить себе? Такой плотности энергии оно уж ни один провод это не передаст. И это сейчас, неусловно, будущее. Будущее, можно даже энергетики, можно даже электропредачи. Всё будет на основе света. Потому что цены, представляете? Единственная там проблема, как преобразовать свет с высоким коэффициентом полезного действия в электричество. Ну, в солнечной литаре. Если эта проблема решится, тогда мы обычно электричеством можем. Увидит только, может, музей. Я думаю, что к этому есть все основания. Вот. И там и тут фактически стал бы исток восемь. Потому что он считал, что явление электроэлеминсценции, то есть преобразования электричества в свет, и фотоэлектричество – это два эффекта, которые прямо и обратно. И вообще он, так сказать, очень много классифицировал разные эффекты. Вот прямое и обратно. Ну, целое. И действительно, сейчас такая тенденция уже есть, и очень много таких эффектов открыто. Удивительно, что человек настолько далеко смотрел, иногда просто удивляешься. И это не только мы говорим. Есть просто люди, которые вот так же, как я, прочитали, осознали. Ну, у меня, конечно, такая другая сторона. Это глубочайшая историческая несправедливость. Вот. Я не знаю, как других, но меня это всегда вот даже удивляет. Как-то великий ученый. Все известно. Ну, если известно, читайте, все написано. Это не просто там кто-то придумал, сочиним там, все написано. Ну, и никого не думает. Особенно я обращаюсь к молодежи. У вас есть великие предшественники, достойные, чтобы продолжать их делать. Потому что, на самом деле, если вы подумаете, мы сейчас находимся в глубочайшем кризисе именно вот тех делах, которые, так сказать, у нас не делается ни один прибор современный. Сотовый телефон, айфон, ну, практически у нас ничего нет. Глубочайшая трагедия. И она просто так в историческом плане не окончится просто так. Это будет иметь колоссальные последствия. В глобальном случае. Дальше. А, дальше продолжаем. Но он, как я уже сказал, не просто исследовал, он создал новый метод исследования полупроводников. А, вернее, так сказать, гетероструктур полупроводников. Вот он всегда, фактически, главной его задачей было раскрыть принцип, как работает крестогин. Вот именно работанный крестогин, он, собственно, открыл всё, почему можно было. Так вот, в частности, он исследовал поверхность этого крестогина, ну, что там, какие-то креста случайные, где-то взятые, ну, фактически. Фактически он является основоположником, ну, можно сказать, даже и нанофизики. Потому что он изобрёл, так сейчас называется, зондовый микроскоп. А что такое зондовый микроскоп? Вот сейчас около десятка разных видов. То есть это микроскопы, которые могут различать частицы на уровне отдельных атомов. Вот атомы, туннельные микроскопы, атомы, фосмикроскопы, их много, много. Так вот, в лосике где-то, где-то в начале 30-х годов, фактически изобрёл микроскоп, который можно назвать его... В чём заключается? Проблема в чём? Что всё это происходит, все эти процессы происходят в очень тонком поэкционном условии. Только там некром. Так как микроскоп там ничего не видишь. Он что сделал? Он сделал косвой срез, ну насколько это можно. То есть как бы, как это вот, мы видим, склобом там Гаретта вот делает косвой, и видно все эти, составы этой инструкции. Он и что такое сделал. Сделал, значит, устройство, и он фактически измерял сопротивление. Тонкой-тонкой нитью измерял сопротивление от его структуры с очень высокой мышью. Но фактически он исследовал плотность носителя зарядки. И фактически он открыл ПН-переход, а может стать даже, так сказать, и Геттер структуры, которым горит Жарец Иванович. Ауфер, который, знаете, только не получил Мудроцовский пример, как сказать, Жарец Иванович очень сильный пилосим, очень сильный пилосим. И вот фактически он стоял, у него истоков нанофизики фактически. Потому что сейчас без туннельного микроскопа, а еще, так сказать, о атоме силового, практически невозможно дальнейшую. Это основа, глаза, которые открывают мир на наномер. Понятно? Стоп. Да, следующий. Да, а теперь поговорим, так сказать, о транзисторе. Ну, считается, что изобретательным транзистором является американцем. Но это, конечно, не совсем так. Как бы американцы подвели итог, как говорится, довольно длительное исследование. Ну, молодцы, конечно, сделаю свой долг, никто не претендует на их авторитет. Вот, оказывается, все же у истоков транзистора тоже стоял больше. Ну, сама по себе, конечно, идея транзистора, она, так сказать, не является никакой большой эмористичностью. Ну, понятно, что если есть триод, то можно, так сказать, сразу представить себе триод, так сказать, и полупроводниковый. И такие, кстати, именно такие предложения были, как раз после появления кристаллина, появилось довольно много людей, которые стали предлагать. Ну, то есть, электрод, полупроводник, ставить дальше еще, ставить вверх, подает, управляет, короче говоря, прохождение электричества через кристаллы. Эта идея простая. Вот. И Оссов, конечно, тоже это небольшой. И вот, фактически, когда он стал исследовать вот эти вот структуры с помощью санта, он сразу фактически перешел на этот санта. Вот это же транзистор. Но что, вот те опубликованные статьи, там он не получил коэффициент усиления, так мы говорим, по большому счету. Ну и считалось, что, да, ему не удалось создать транзистор. Ну, так думали, всё же раз. Но оказалось, что это не совсем так. Где-то в 30-30 год до, видимо, когда ему присуждали с кем-кандидат науку без защиты, или, так сказать, по-настоянию и по-правому счету. Вот он состав, он написал, то есть, ну, кратко перечислил, что он сделал. Вот, выделенным желтым светом, написанным шестой. Установлено, что с полупродниками может быть построена трёхэлектронная система, амилогичные триоды, как и триод, дающие характеристики, показывающие отрицательное сопротивление. Эти работы настоящие не подпадмитались к нему. То есть он фактически сделал триод. Не верить ему, как говорится, невозможно, так сказать, глубочайшей честности во всех отношениях. Но, непонятно, где это работа, мне до сих пор это не ясно. Следующий. А, да, вот как раз он сделал эту схему, которая измерял сопротивление. Ну, зонда как раз... А вот как раз самым главным элементом всей электроники и оптики, очевидно, это, так называемый, N-переход. N-переход. Очень, казалось, на теперешнем языке очень простое устройство. Ну, это, так сказать, главный элемент всей электроники. Это можно иногда даже его сравнивать с клеткой человеческой, ну, и с животом. Что вот всё состоит из клеток. Вот особенности клетки определяют всё разнообразие этой жизни. Так вот, в радио- и оптики электроники вот это N-переход. То есть это значит два полуфлюфлюфлюфлюха имеющие разную со спектрой проводимость. Проводимость дырочной или электронной. Вот на стыке возникает этот вот знаменитый Куркенский хор. И там все это возникает. Вот он как раз и сейчас... Американцы, конечно, находят своих, как говорится, открывателей. Это у них такой был учёный Ол. Он где-то в начале 40-го года открыл этот переход в Кремнии. Вот. А это начало 30-х годов. Вот. Он начал этот исследователь. Вот видите? Он этот переход исследовал. И чётко... То есть он... Это действительно ТМ-переход, но он пока не обозначил... В то время начала 30-х годов это ещё теория твёрдого тела, зонная теория была не создана, но говорить о дырках электронных не было возможности. Это чисто квантовое явление. А квантовая физика в то время только приступала к изучению физики твёрдого тела. Квантовая физика только. Поэтому он не мог так и не знать, и не мог предполагать дальше. Но вопрос заключается в следующем. И вот это известно. Многие даже в интернете говорят, вот если бы он сказал, что вот здесь, так сказать, дырочная, а здесь, так сказать, электронная, тогда я бы признали, что он изобретатель, а перед открывателем ТМ-переходят. Так вот, на самом деле, это тоже и так. Вот его последняя работа... Последняя работа, как раз эта статья была опубликована в докладах Алины, так вот, чётко там определённо, просто статья кончается, там последний абзац, ну там делает некие, так сказать, выводы там. Так вот, учёт, что на одной стороне... Ну там речь шла, конечно, не о крестогене, а там речь шла о светодиоде. Тоже светодиоде, тоже переход. Он чё сказал? С одной стороны дырочная, а с другой, значит, электронная. Но в то время уже понятие дырочная и электронная было сформулировано. Но никто не знал, как работает ПМ-переход. Это сейчас кажется, что так очевидно, что так. На самом деле, первая работа по зонной теории была опубликована где-то в начале 30-х годов, и только к концу, к концу 30-х годов, впервые, самая главная проблема, которая волновала учёных в то время 30-х годов. Это не теория, это в то время ещё, ты не знаю. А как работает простой дитектор? Вот он в одну сторону пропускает, и в то время не было, так сказать, теории, которая объясняла бы это явление. Как мне кажется странным, а в то время целые, фактически десятилетия шли разные споры. И вот в конце 30-х годов показали, что действительно вот этот ПМ-переход, это положительное и отрицательное положение. Пример же, так сказать, тут это приписывают, значит, одному нашему учёному Давыдову, сотруднику физтехо, и одному немцу, и одному англичанину. Тройное. Это считается очень большим достижением, очень большим открытиемом. в истории физики полупроводников фигурирует даже вот это. А вы можете представить, что сделалось в эти годы. Так вот, в эти годы точно она сказала, что светогиод — это ПМ-переход. Не что же у меня, вот ПМ-переход сразу, правильно? Мне хотелось бы отметить роль людей, которые, конечно же, понимали значение Лосевских работ. Вот, что самое интересное, а тоже очень примечательный, самым большим популяризатором и пропагандистом Лосевских являются его учителя. То есть эти учителя — это братья Остромовы. Они работали в своё время в Нижегородской лаборатории. Это довольно крупные учёные. Вот Георгий Андреевич Остромов, он создатель очень оригинальной научной школы в Перми. Борис Александрович Рогачёв — это один из создателей нашей микроскопии электронной. Это уже потом, естественно. Александр Александрович Рогачёв — это фактически человек, который первый сделал лазер. У него лазер. Вернее, он не лазер сделал, он показал, что на современном языке он показал, что при никаком можно усиливать лучи. В современном языке это он Суперлю называется, то есть светодиод с усилением. Вот и всё. Александр Александрович Рогачёв тоже очень рано умер. И вот они написали достаточно много статей. Интересно, вот. Учителя пережили совы ученика, но остались вот... То есть обычно наоборот бывает. Ученики там прославляют, разбирают, работают учителя. А здесь как раз всё много. То есть с Лосиным всё необычно. И, надо же сказать, трагически его отдало. Эта необычность вот привела, конечно, к трагической семье этого человека. Следующий. Да, ещё весьма интересный, так сказать, факт. А как всё же о Лосе узнали, так сказать, назад? Ну я уже сказал, что в 20-х годах это было самое популярное в мире. Но почему мир не понял вот этого значения, которое включалось в этом пристранении? Как-то странный, так сказать, парадокс. Были очень крупные учебы, в том числе Меликен занимался этим делом, который открыл, вернее, свечу электронов измерённый заряд. Но, видимо, дело в том, что все эти явления нельзя было объяснить на классическом языке. Тут нужна была квантовая механика. И многие-многие попытки у него оказывались неудачными. Ну, почему? Ну, а потом прошло время, забыли, а потом квантовая механика появилась, но уж как-то не вернулись сюда. Но, тем не менее, конечно, история не стоит на месте уже после войны, когда появились светодиоды. Тоже интересная история сам по себе. И вначале вообще о тебе ничего не говорили. Это типичная позиция англосаксов. Всё должно исходить от них. И преодолеть этот барьер очень и очень трудно. И вот, когда, значит, появился этот светодиодик, ну, это сразу было показывать, что это большой бунт. Были техничные проблемы, конечно, технологические. Но было ясно, что это американцы сразу объяснили. И вот стали и стали. А кто же первый в этом деле был? И вот в то время, значит, в американском посольстве, в Москве, служил их эксперт по связи. И вот этот этот родник. Ну, у него тоже судьба такая необычная. Он в поведенном учеб. Сидел в тюрьме, там в концлагере. Потом, после окончания, он уехал в Америку. И фактически он организовал первый производство светодиодов в Америке. Это не просто, как говорится, случайность. Человек, который вот стоял во истоках под пилком. И вот, когда он был в Америке, его попросили. А вы узнаете, кто это такой? Лосев. А в то время, это где-то, там видите, шестидесятых годов, еще живы были вот братья Остроума. Остроума жил, так сказать, был жив, так сказать, в Америке. В общем, были живые люди, которые хорошо помнилось его и понимали, в чем дело. И вот он, как раз советую с ними. Вот там, как раз к этому времени в Америке, готовилось 200-летие образования Америки. И выпустился очень большой такой журнал, посвященный как раз успехам электроники. Вот за год. И вот этот журнал заказал ему статью о светобиодах. Да, следующий. Да, следующий. Вот он в Москве, как раз. И вот он, в этом журнале «Транзикционер Николай Девайс». Вот Тильж Тулгалёв. Вот эту статью написано. Предыстория, так сказать, это его фактически. Вот это плод его исследований. То есть он подвёл итоги, что было сделано в области электронисцензии, ну и соответствующих приводов. Довольно детально основывал всю эту историю. И пришёл мыслящий фактически Лосев. И он был просто ошарашен. Ошарашен тем, что он сделал. Что это необычный человек. Вот я не знаю. Видимо, вот я был ошарашен, он ещё больше степени. Так что, давайте. Так вот его выписка из этого обзора. Необходимо рассказать о трагической истории юного талантливого учёного извлекателя, который буквально принёс в жертву свою жизнь ради великой цели исследования полупровойниковых приборов. Это оценка Леканцева. Дальше. Он работал в развитии будущей оптической связи, а в то время уже и оптической связи была. Через свои кионерские исследования, после этого геодом и фототеектором, его исследования были так точны и его публикации так ясны, что сейчас можно без труда представить, что происходило в его лаборатории. Его интуиция и выбор искусственного эксперимента просто изумляют. Дальше. Модель Лосева отличается от современной модели только в одном, хотя и важном моменте. Лосев, я говорю, в тип дырочной проводимости в тёмном образце горборунков. Учитывая мировое состояние науки о полупроводниках в 30-31 годах, существенную изоляцию советских учёных и трудностей испытывали в 8 лет в это время из-за реорганизации лаборатории после переезда нашей МРЛ. Это удивительно совершенно. На самом деле, я уже сказал, он открыл это. Вот мнение совершенно, можно сказать, постороннего человека, понимающего, в чём дело. Считалось, что у него только один патент по светодиодам. Вот выяснил, что у него есть второй патент по светодиодам. Самое интересное здесь другое. Ну, я фактически показал, что надо прилагать очень большие усилия для того, чтобы охлаждать светодиод. Потому что ток течёт в достаточно тонком канале, там большое теплое деление. Как отводить тепло, это важно. И сейчас это важнейший проблёжный. Как избавиться от тепла? Ну, это мы знаем. Так вот, он предложил, ну, это особого значения не имеет, но он предложил в пределах уже массивные подложки с большой проводностью. Ну, тут интерес и другой, вот я хотел бы сказать. Это изобретение под именно двух авторов. Горщик и Г. А. Остромов, его учитель. Это единственная публикация или работа, в которой у него есть с авторами. В других работах вообще нет. Это единственная работа. Представь, у него работа там больше, около 15 патентов. То есть, он был очень благоветым учёным. Но не был автор. Это о чём говорили? Он говорит о том, что он был одинок. Он в пустыне шёл. Это ещё раз подчёркивает его, ну, можно сказать, даже величие, так сказать, необычные судьбы. Ну, это вот как в качестве, так сказать, иллюстрации того, что ждёт, как говорится, и всё это дело. Вот здесь приведена вот такая панорамная картина освещения Земли. То есть, космоса снималась. И видны области, где наиболее сливутые, то есть, области наиболее обжитые, то есть, человек. Ну, видно, что где сиянье больше, конечно, Европа, видно, там, цивилизация там, восточная часть Америки, ну, вот, отдельные куски, так сказать, есть где-то. Видно. То есть, цивилизация в свете. Вернее, в свете. Естественно, что в течение времени, я думаю, что большая часть этой свечи будет именно свечение 8. А это вот более, ну, тоже, ну, она, вот, Средиземное. А, тут Средиземное море, это вот Чёрное море, это вот Каспийское море. Ну, вот, видите, наиболее освещен там, где действительно много людей. Вот, видите, это вот, пусть и Нила светится. Это вот Дмитрий Мосток, тоже видимо много. Вот, это вот Москва светится. Это вот Питер светится. Ну, там видно, там же отдельные большие города. Вот это, наверное, Челябинск, ну, это какой-то большой город, наверное, Нуро. Ну, очень видно, что свет очень важная вещь. И вот, да. И вот еще один эпизод тоже, вот так, если мы не говорим, в практике, в смысле. Где-то, действительно, вот где-то 2003 и 2007 году там была годовщина изобретения, вернее, годовщина первого упоминания о электронисенции. Это было в 2007 году. И это явление заметил один англичан, ровно. Ну, он просто как-то осмотрел, как лос на карбароновый детектор, ну, и видел. Ну, вот и писал, так сказать, что видел, то и пишу. И это, вот это, между прочим, сейчас становится интересным фактом. Ну, работа практически никакого влияния на развитие. Они и не знали об этой работе. То есть, современники вошли и знали. А об этой работе узнали только вот после 70-х годов. Ну, просто нашелся человек, который вот прошелестил, так сказать, много-много журналов, и вот наткнулся на эту заметку небольшую. Очень небольшую. Нет, оставьте, я просто расскажу. И вот это считается, так сказать, и в Америке, и вот он является основоположным, ангелосом, понимаете? Борьба идет не только за идеи, там, технология. Борьба идет за приоритеты. Научные приоритеты, другие. Мы это не очень понимаем. Ничего не стоит, нет. Это стоит и очень даже много. Потому что приоритет научный и другой в спорте уже. Гордин спорт. А какое значение в спорте для этой жизни? Никакой. Научные приоритеты, они колоссальную. Они определяют не только женщины, но и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...